Восстанавливать память о погибших солдатах помогают поисковики. Они выезжают на раскопки, работают в архивах для того, чтобы передать собранную информацию семьям тех, кто не вернулся с войны. За последнее время воспитанники и педагоги Нижневартовского центра технического творчества «Патриот» выяснили личные данные трех бойцов. Жанна Кузьмина продолжит тему. Найти медальон с личными данными бойца – большая удача для поисковиков. В последнее время их обнаруживают очень редко, рассказывают ребята, вернувшиеся из экспедиции. Достать футляр целым практически невозможно. При раскопках он рассыпается в прах. Однако иногда везет. Так Нижневартовские поисковики выяснили судьбу нескольких неизвестных солдат. Солдат погиб на расстоянии 80 километров от того места, где он родился, где он вырос и где жили его родственники как раз таки на тот момент. Это Орловская область, Муценский район. В идентификационном документе содержались данные о месте призыва. Как раз таки это Орловская область. Для того, чтобы захоронить останки солдата, прибыли его родственники. Узнать информацию о погибших родственниках можно не только во время раскопок, объясняют поисковики. Для этого достаточно компьютера с доступом к электронным базам. Вартовчане вот уже несколько лет участвуют во всероссийском проекте. «Судьба солдата», основная цель которого – восстановить имена всех неизвестных бойцов. С помощью электронных архивов можно также найти данные о наградах погибших. Была одна заявка с республики Башкортостан. Они хотели установить боевой путь своего родственника. По фамилиям и отчеству мы выяснили, ну и по их данным, в какой дивизии он проходил всю войну, то есть уже от состава дивизии и какой армии он был присоединен в дальнейшем. И по ходу вот этих всех данных мы уже выяснили его боевой путь. Для опытного поисковика, рассказывают педагоги, информативным может стать любой личный предмет с подписью автора. По фляжке, кружке или ложке с малозаметными царапинами можно восстановить не только имя и фамилию бойца, но и номер его военной части. И такие случаи тоже не редкость. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.